Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня пеку очень вкусный и сочный грушевый пирог. Тесто для этого пирога универсально, поэтому вы вместо груш можете использовать сливы, яблоки, абрикосы и другие фрукты. Взбивать ничего не надо, все делается очень быстро, поэтому, думаю, этот рецепт обязательно пригодится, когда нужно что-то быстро сделать к семейному чаепитию. Для начала подготовлю груши. Я беру среднего размера, делю их на 4 части, убирая все лишнее. Кожицу я не очищаю. Напомню, что список ингредиентов открывается под описанием видео. К яйцам добавляю сахар, немного соли, ванильный сахар и корицу. Также сюда отлично подойдут имбирь, кардамон и мускатный орех. Кладу сметану, я беру 15% растительное масло без запаха и размешиваю. Также я беру коньяк или ликер, но это по желанию. В два этапа добавляю муку уже с разрыхлителем и размешиваю. В итоге получается тесто такой средней консистенции, не жидкое и не густое. Выкладываю тесто в смазанную маслом форму. Размеры моей формы 20 на 25 сантиметров. Разравниваю. И сверху раскладываю четвертинки груш срезом вниз, слегка их вдавливая. Для посыпки этого пирога можно сделать масляную крошку, но я просто посыпаю сахаром и корицей. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Кстати, пирог хорош как в остывшем, так и в теплом виде. Нежное, мягкое, рассыпчатое тесто, кусочки сочных груш, хрустящая сахарная корочка сверху и ароматная корица. Плюс быстрота и простота в приготовлении. Я думаю, отличный вариант для простого пирога к чаю. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, а я желаю вам приятного аппетита! Удачных экспериментов на кухне! Увидимся в следующих видео!